Всем доброго дня! И сегодня я буду делать картину из цветного стекла Котик и мотылёк И для этого мне понадобится Цветное стекло для фьюзинга Инструменты для обработки стекла Краска для фьюзинга И деревянная рама А на лугу сегодня пасутся не козы А сегодня пасутся под дождём Утки Ну а нам пора с прогулки домой И приступаем к работе В качестве основы я беру белое стекло Мою его и протираю насухо Фломастером обвожу контур И стеклорезом Отрезаю нужный мне кусок Беру ломатель Нажимаю И отламываю Теперь нужно обработать край Я наливаю воду шлифовальную машинку И обтачиваю неровные края Своей будущей картины После обточки Заклеиваю край малярным скотчем Сегодня мне помогает попугай Розита Мы с Розитой решаем, что же будем делать Мы решили, что будем рисовать котика Такого котика мы уже делали Но лишними котики не бывают Без кота и жизнь не там Я люблю смешанную технику И поэтому я беру краску для фьюзинга Она не выгорает в печи Краски бывают разных производителей на разной основе У меня есть такая И вот такая краска На другой основе Но сегодня я возьму краску На какой-то масляной основе Потому что она легче наносится кисточкой Ну, относительно легче И начинаю рисовать котика На самом деле я немножко преувеличила Что краска наносится легко Поэтому мне приходится Все время что-нибудь поправлять Маленькие детальки я наношу зубочисткой Носик Ротик Оборотик Получился обормотик котик Глазки И усики Немножко подчистить Основа рисунка для этого котика Когда-то послужила картинка В китайском стиле Вот этого стиля я и придерживаюсь Сверху будут веточки А котик у нас будет потом любоваться на мотылька И на эти веточки Но мотылек еще впереди Надо поработать над веточками Сейчас я закончу с краской И начнется работа со стеклом Это тельца мотылька И усики Они готовы И я начинаю вырезать крылышки для мотылька Крылышки будут темно-зеленые В прошлый раз у меня котик был в довольно пастыльных тонах А сегодня я буду делать яркую картинку Поэтому у меня будут яркие листики И яркий мотылек Крылышки должны быть ровненькие И поэтому я их тоже обтачиваю на шлифовальной машинке Довожу их до примерно одинакового размера Прикладываю и сравниваю их друг с другом Смотрю так, чтобы они совпадали Готовые прикладываю к тельцу мотылька Распределяем И теперь тельца можно подправить И их теперь можно посадить на мой любимый клей БФ Я применяю его для прозрачного стекла Он очень хорошо держит Ну и всегда потом можно им смазать порезанные руки Теперь я принимаюсь за листики Листики будут разные Они же в природе разные Вот и на картинке они будут разные Темные, светлые, прозрачные и непрозрачные Разные, но яркие Вырезаю и сажаю на дерево Пусть там растут Из желтого, оранжевого и красного стекла Я делаю плоды Что это за плоды? Неизвестно Наверное, хурма Пусть котик сидит под хурмой И любуется на нее Котик в райском саду будет у меня Зигзагом и ломателем Разными инструментами Я отламываю кусочки Выращиваю плоды Выращиваю и сажаю на дерево Люблю, когда на одной картинке Сочетается прозрачное и непрозрачное стекло И для того, чтобы картиночка была еще ярче Я использую крошку из синего стекла разных оттенков И кисточкой смахиваю с уже приклеенных деталей скотиков Эту крошку Картиночка готова Можно отклеить скотч Картинку несем в печь Печку включаем И забываем о картинке на 14 часов А в это время займемся рамкой Рамку я купила в Ашане за гроши Но над ней надо поработать Я взяла железную губку для посуды И основательно потерла ей раму вдоль волокон Теперь беру обычную губку И использую ее для нанесения белой акриловой краски Акриловая краска быстро сохнет И не нужно долго ждать Для того, чтобы дальше работать с этой работой Сверху этой засохшей краски я наношу воск Воск позволит счистить второй слой краски И таким образом я допьюсь эффекта старения Я выбрала для второго слоя светло-золотую краску И чистой губочкой наношу ее сверху Делаю старинную, но винтажную рамочку Которая где-то уже давно хранилась И с обычной рамочки из Ашана После того, как краска засохла Другой стороной губки Можно наждачкой Я счищаю лишнюю краску Как будто она облупилась После того, как она засохла Я взяла на губку Немножко коричневой акриловой краски И затемняю ребрышки Чтобы она уже совсем старенькая была Потертая и старенькая А на следующий день В 3 часа дня Я открыла печь И увидела там это чудо Тепленькая, яркая картиночка И теперь ее можно вставить в рамку Не обязательно вставлять ее в рамку Такую картинку можно использовать В любых других целях Ее можно наклеить в качестве Кафельной плитки в ванной На кухне Ее можно использовать не только в помещении Но и на улице Она никогда не потускнеет Она не боится холода, жары, влаги Воды, сырости Ее можно поставить Или повесить У нее очень большой спектр использования Но в рамочке она тоже смотрится чудесно Если вам понравился мой мастер-класс То не забывайте ставить лайки Жмите на колокольчик И подписывайтесь на мой канал Всем спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok